Здравствуйте, дорогие друзья! Мы живём с вами в удивительное время, когда мир изменяется, изменяется постоянно. И что ещё более удивительно и замечательно, эти изменения нарастают. 25 лет назад появились только первые персональные компьютеры. Робкие, неуклюжие, неумелые. И вот они распространились по всему миру. Компьютерная технология захватила весь мир, изменили его до неузнаваемости. И не успел ещё мир адаптироваться в условиях компьютерной революции. Так и мы, на смену этой компьютерной революции приходят другие технологии, другие выдающиеся достижения человеческой мысли. Это биотехнология, нанотехнология, грядёт эра, как утверждают многие учёные, когнитивной науки, науки о мозге. И эти возможности будут только нарастать. И хотим мы этого или нет, но через 20-30 лет нас ждут радикальные изменения. Имеющиеся технологии смогут повлиять радикально на всю нашу жизнь, в том числе и на человека, в том числе и на его тело. В нашем курсе, который посвящён модификации человека, его изменению в 21 веке, мы изучим те возможности, которые нам предоставляют новые технологии уже сейчас, и которые мы сможем увидеть в ближайшем и не очень будущем. Мы узнаем, что такое биотехнология, познакомимся с клонированием, узнаем, что такое киборги и кибергизация, узнаем, что имеют стволовые клетки, существуют ли сейчас технологии, которые могут усилить наше мышление, наш ум. И сейчас, сегодня, начиная наш курс «Модификация человека в 21 веке», мы начнём его с первой и самой главной лекции, посвящённой влиянию интеллекта на эволюцию человека. Человек развивался очень долго, и надо сказать, что те возможности, которые имеют сейчас, тоже всегда имеют какую-то историческую перспективу, какой-то контекст. Давайте вернёмся в давние времена, когда человек только появлялся на Земле. Примерно миллион лет назад, от миллиона до двухсот тысяч лет назад, шёл древний период эволюции человека, когда развивались археантропы, палеоантропы, когда появились первые искусственные, примитивные эрудии труда, когда они начали развиваться, появились первые социальные организации людей. Далее, как вы знаете, наверное, человек не был единственным видом человека на Земле, и он вступал в конкурентную борьбу с другими видами людей. И примерно 200 тысяч лет назад всё-таки выделился хомо сапиенс, человек современного вида, которому принадлежим мы с вами. Он выиграл конкурентную борьбу, и его видообразование, его эволюция, завершилась примерно 30-50 тысяч лет назад, когда он выиграл эту борьбу с неандертальцами. И многие учёные говорят, что эволюция человека, биологическая, прекратилась примерно 50-30 тысяч лет назад. И считается, что вектор направления эволюции, его точка приложения переместилась, биологическая эволюция человека, на социальную жизнь человека. Эволюционировать начало общество. Мы же люди остались примерно такими же, как 30-50 тысяч лет назад. В то же время, хочу сказать, что микроэволюция биологическая продолжалась. Она продолжалась постоянно. Так, например, именно уже после этого периода появились различные расы людей. Монголоидная раса сформировалась достаточно поздно, примерно 20 тысяч лет назад. Появились другие, наследуемые различные признаки. То есть микроэволюция продолжала двигаться. Но мы хотим сегодня обратить ваше внимание на один такой интересный фактор эволюции, который называется интеллект. Интеллект, он сам по себе продукт эволюции. Он появился в результате биологической эволюции. И это главное достижение человека, мозг, его мышление. Давайте спросим себя, что же такое интеллект. Интеллект не существует общепризнанного, признався абсолютно всеми учеными, различных дисциплин, определения интеллекта. Поэтому можно интеллект определять через его функции. И интеллекту свойственно. Во-первых, целеполагание. То есть люди разумные в гораздо большей степени, чем, например, животные, могут ставить себе цели. Эти цели могут быть более сложными, более глубокими, не так просто достижимыми. Также человек имеет большие возможности благодаря интеллекту, это свойство интеллекта, планировать ресурсы, которые нужны для достижения этой цели, разрабатывать различные стратегии. Нам людям также свойство абстрактное мышление и способность размышлять о себе, о своих действиях, так называемая способность к рефлексии. И вот интеллект, именно наше главное завоевание, вышел на арену и стал постепенно увеличивать своё влияние. Прежде всего, надо сказать, что он начал действовать на уровне микроэволюции. Это очень хорошо изучено учёными, и есть такие факты, которые я приведу, довольно любопытные. Но сначала скажу, как же он действовал. Он действует, конечно же, через изобретение, инновации. Человек, живя в диком мире, всегда пытался этот мир адаптировать под себя. Он обустраивал свои пещеры, потом строил дома, землянки, придумывал одежду. В конце концов, он начал делать различные высокотехнологичные вещи. Например, он развил земледелие, отличные производящие хозяйства, в том числе молочное животноводство. Дальше больше. Люди уже строили города, каналы. Посмотрите в окно, и вы видите совсем благоустроенные города. Мы создаем вокруг себя искусственную сферу. Иногда это у нас получается лучше, иногда хуже. Интеллект влиял на наше развитие через адаптационные инновации, то есть те изобретения, которые приводили к нашей лучшей приспособляемости. Вот, обратите внимание, какой замечательный слайд. Это коровник. Высокотехнологичный коровник, где коровы являются предметом технологий. И также когда-то очень давно человек, приложив немалые усилия, в том числе интеллектуальные, научился приручать домашних животных. Это было огромное эволюционное достижение. Но оно же привело к изменению его биологической природы в небольшой степени. Когда-то давно люди имели свойство усваивать молоко только в младенческом возрасте. С переходом же к производящему молочному хозяйству появилось такое изменение. Закрепился ген, который позволял усваивать молоко и взрослым людям. Вот такое маленькое изменение. А немножко, додвигаясь еще в более давние времена, хочу сказать, что есть такой замечательный пример так называемого обратного естественного отбора. То есть это когда закрепляется не какой-то нужный признак, а когда уничтожается ненужный. Так вот я хочу сказать, что у охотников-собирателей в их когортах никогда не было дальтоников. Ну или почти никогда. Понятно. Потому что иначе они не могли бы отличить, например, зрелую ягоду от зеленой, ядовитую от полезной. Но когда люди перестали быть охотниками-собирателями, стали земледельцами или охотниками-животноводами, то тогда дальтоников стало больше. Потому что этот признак уже не стал определяющим при отборе. То есть наш ум, наши возможности уже в давние времена наложили свой отпечаток на наше эволюционное развитие. Как же это происходило? Давайте посмотрим немножко с абстрактной точки зрения. Вот на схеме мы видим естественно, это схематическое изображение, биологическую эволюцию, в результате которой появился интеллект и в недрах которой появилась социальная эволюция, которая немножечко отнесена ниже. Прошло какое-то время и интеллект, наш ум, наши наработки стали влиять на социальную эволюцию. Это получилось само по себе, когда люди попытались придумать какие-то правила своей жизни, чтобы регулировать все более разрастающееся сообщество. Принимали новые законы, придумывали законы, они придумывали новые формы правления и таким образом они управляли социальной эволюцией. Более того, даже ее в чем-то ускоряли. Но интересный момент, что и сама социальная эволюция, она накладывала свой отпечаток на интеллект ее носителей, людей. С этой точки зрения очень интересна так называемая гипотеза макеавелиевского мозга. Макеавели – это был великий государственный деятель эпохи Средневековья, очень умный, очень хитрый. И, согласно этой гипотезе, люди, жившие в больших социумах, с большей сложностью отношений, постепенно приобретали наследственное свойство увеличения мозга. Это работало на достаточно ранних этапах эволюции человека. Позже уже этот механизм перестал работать, вероятно, как думают ученые, из-за слишком высоких затрат на содержание большого мозга. Но, тем не менее, обратите внимание, какая интересная обратная связь. Интеллект влияет на социальную эволюцию, социальная эволюция влияет на интеллект. Прошло какое-то время, и вот сейчас, уже на пороге нового тысячелетия, в 21 веке, в конце 20-го, стало понятно, что развившийся интеллект определенным способом начал влиять на биологическую эволюцию своего носителя человека. Интеллект влияет, конечно же, не непосредственно. Это не какая-то волшебная сила. Он влияет посредством механизма отбора, тех механизмов, которые свойственны эволюционному механизму. Это такая триада наследственность, изменчивость, отбор. И интеллект работает на этапе отбора, до сих пор работал, по крайней мере. И работает он прежде всего, как мы уже сказали. И я хотела бы к этому вопросу вернуться поподробнее, с помощью механизма инновационных адаптаций. Но не только. Социологи выделяют в районе 10, кто больше, кто меньше, определяющих факторов социальной эволюции. Определяющих факторов социальной эволюции, как я сказал, может 10, 12, но большая часть из них сама по себе подвержена воздействию интеллекта. То есть то, о чем мы уже говорили, интеллект влияет на социальную эволюцию. Социальная эволюция на ее интеллект, но в то же время интеллект через социальную эволюцию влияет на биологическую эволюцию человека. Каким образом это происходило? Происходило это постепенно, По мере развития технологий, прежде всего, развивалось производство продуктов питания. Люди стали больше сажать различных новых, выведенных сортов, производить другие продукты питания, развивали технологии здравоохранения. Далее начали развиваться, ну или примерно в то же время, гуманитарные технологии. Появилась нравственность, гуманность. То есть целый комплекс самых разных технологий, от конкретно технологических до гуманитарных, привели к очень интересному эффекту, к эффекту изменения человека. То, о чём мы уже говорили, к модификации человека. Каков же был, сначала я скажу о результатах, а потом будем говорить о перспективах. Каков же был результат применения этих развивающихся технологий? Этот результат может показаться очень тривиальным, но если вдуматься, он очень-очень нетривиален. Люди стали прежде всего дольше жить. Продолжительность жизни современных людей существенно выше, чем даже 500 лет назад. Если сейчас в передовых странах средняя продолжительность жизни более 80 лет, то ещё в начале 20 века, например, во Франции составляло 56 лет, ещё раньше, в средние века, это было даже 30 лет, то есть в целом всё человечество стало дольше жить. Улучшилось его здоровье. Да, мы сейчас болеем, у нас появились те болезни, которые были менее развиты раньше, но тем не менее в целом у нас по процентам отношений намного лучше здоровья. Так вот, например, мы победили огромное количество инфекционных заболеваний. Уже мы не знаем, что такое чума, холера, чёрная оспа. То есть люди вообще в целом стали здоровее жить. Также есть интересный такой момент, что люди, ну, это общая такая фраза, стали умнее. Может быть, кто-то попытается это оспорить, но, например, есть такие данные, что современный человек проходит тест IQ и получает, ну, например, 120. Такой вот результат. И в то же время, оказывается, тесты IQ проходили уже давно. И те люди, которые проходили тесты в 1930 году, а это было всего 77 лет назад, сейчас набрали по тестам не 120 единиц, хотя в то время это считалось 120, а 90. То есть в целом мы стали, во-первых, более образованными, это факт. Гораздо больше грамотных людей, гораздо больше мы тратим времени на образование. У нас появились новые навыки мышления. Кроме того, об этом мы, наверное, поговорим. Тоже существуют и способы усиления интеллекта, не только компьютерные, но даже и фармакологические, которые сейчас развиваются в мире. Этому будет посвящена отдельная лекция. А сейчас мы постараемся посмотреть, что же вообще нас ждёт в 21 веке. Коротко, и что уже сейчас есть. 21 век. В 21 веке развиваются технологии модификации человека. Это биотехнологии, в частности, например, искусственные органы, выращиваемые органы, которые сейчас очень бурно развиваются. Развиваются технологии клонирования, развиваются технологии генной инженерии человека. Также развиваются технологии усиления интеллекта. Прежде всего, они, как я уже сказала, имеют две направленности. Это компьютерные технологии усиления интеллекта и фармакологические. Это ноотропы, лекарства, которые могут усилить работу мозга, улучшить память. В Соединённых Штатах очень распространён препарат реталин. К сожалению, он пока ещё не слишком безопасный, который увеличивает внимание. Конечно, было бы очень хорошо, если бы наши учёные сделали бы улучшенный вариант реталина. И придя в таблетку, мы бы 8 часов могли слушать лекции, читать учебники, не потеряв ни минуты внимания и всё-всё усвоив. Это дело относительно недалёкого будущего. И что самое интересное, в XXI веке уже началась борьба со старением. Это интереснейший момент, которому мы тоже отдельно посвятим отдельную лекцию. Но борьба со старением, она всегда как-то потихоньку не мечталась. И только в последние, наверное, десятилетия современная геронтология, наука о старении, перестала просто изучать старение, а стала пытаться выработать новые методы, борьбы со старением. Это сейчас очень развиваемое направление практически во всех странах, в том числе и в России. Я надеюсь ещё рассказать вам о наших выдающихся учёных и некоторых достижениях в этой области наших учёных. Борьба со старением сейчас идёт, и учёные надеются на достаточно радикальные успехи в этой области. Но XXI век, это не только век биотехнологий, не только век того, что я сказала, идут и другие технологии. Я уже упомянула и хочу сказать, что есть так называемая когнитивная наука. Это направление очень сильно развивалось в последние 15 лет примерно. Это наука о мозге. Когда-то считалось, что мозг — это чёрный ящик, что мы не знаем, что такое мозг, это какая-то загадка. Сейчас этой загадки осталось меньше. Хорошо это или плохо, я не знаю, но её действительно меньше. И учёные достаточно хорошо знают, что представляет собой мозг. Более того, в мире идут замечательные проекты по моделированию мозга на компьютере. То есть уже пытаются настолько разобраться, вплоть до атома, моделирование отдельного нейрона, моделирование так называемых колонок неокортекса. Это такие сочетания около ста нейронов, отвечающие за определённые виды деятельности. Когнитивная наука, не наука о знании, о мышлении очень сильно развивается. Она, естественно, имеет какие-то между собой связи с биотехнологиями, как уже понятно, с компьютерными технологиями. И хочу отдельно сказать о том, что начинается эра нанотехнологий. Не так давно у нас в России появилось это слово. Принята была программа развития нанотехнологий. И я уже встречалась с тем, что никто не поняла, что это такое. Нанотехнология – это удивительная технология, которая может перевернуть всю нашу жизнь. Ей стоит посвятить, конечно, даже и не одну лекцию, как у нас, а может быть 20, 30, 40. Но мы рассматриваем именно тот аспект, как же нанотехнологии помогут нам модифицировать человека. А они помогут. Хотя бы потому, что уже сейчас начинается развитие новой отрасли наномедицины. Но опять-таки, что такое нанотехнология? Это умение человека управлять отдельными атомами. Еще в 1986 году был создан первый сканирующий микроскоп. Он не совсем микроскоп, это такой прибор, который не только можно рассмотреть отдельно атом, но и его переставить. И сейчас ученые с помощью не только микроскопа, но и разных других технологий пытаются сделать разные конструкции. Первые применения нанотехнологии уже есть, достаточно простые. Это выращивание маленьких нанотрубочек таких из углерода, которые, например, могут делать медицинские материалы абсолютно стерильными. Это очень простое применение, но, тем не менее, оно уже есть, это прекрасно. Вы везде слышите, наверное, о наноматериалах, о нанохимии. Но возможности нанотехнологии простираются до той области, которая еще недавно была из разряда научной фантастики, а сейчас это уже проекты. Это проекты по созданию нанороботов. Имеется в виду, это малюсенькие, искусственно созданные, управляемые изне компьютера молекулы. Но что же они могли бы делать? А они могли делать очень многое. Ну, например, специально созданный такой наноробот мог бы быть внедрен в наши сосуды, вены, и пожилым людям просто там уничтожить по заданию холестерические бляшки, вылечивая их от некоторых старческих болезней. Пожалуйста. Нанотехнологии могли бы, и это, кстати, уже сейчас хорошо развивается, работать в области целенаправленной доставки лекарств. Есть такая проблема в медицине, когда лекарство не должно действовать на весь организм, а на определенный орган. Но это очень трудно. Это надо либо там разрезать человека туда, вводить, или как еще. Работает сейчас направление, некоторые успехи есть в этом, когда нужные лекарства могут быть доставлены целенаправленно, например, в раковую клетку, в раковую опухоль. И тогда достаточно агрессивные лекарства, которые могут эту опухоль разрушить, будут безвредны для всего организма. Более того, многие считают, что нанотехнологии могут привести вообще к радикальному этапу модификации человека. Мы об этом еще, конечно, поговорим. Но хочу обратить внимание, что посмотрите, как много меняется в нашем мире. И как многое направлено на модификацию человека. Это биотехнология. У них вообще-то работа такая. Помогать людям становиться здоровее, становиться лучше. Генной инженерии человека. Да, теоретически пределов ей нет. Может быть, когда-нибудь генной инженеры помогут нам вырастить крылья. Все что угодно. Мы не знаем пока того предела, который может достигнуть технический прогресс. Далее. Я уже говорила, развивается когнитивная наука, которая будет в совокупности с различными технологиями, может привести, и ученые серьезно это надеются, к усилению наших умственных способностей когнитивных. Представляете, как замечательно. Просыпаемся утром. Уже такие вот улучшенные, модифицированные. Сразу решаем все задания, поступаем в любые институты. Ну, единственное, что наши конкуренты тоже это сделают, конечно. И я хочу обратить внимание, что наш 21 век абсолютно уникален. Ведь о модификации человека мечтали давным-давно. Как в прошлом году вышла статья замечательного российского культуролога-историка Юрия Березкина, в которой он рассказывал, точнее, о результатах своего исследования. Дело в том, что еще в давние времена, совсем давно, те же 50 тысяч лет назад, наши предки тоже имели какие-то мифы. Естественно, они утеряны. Но современная наука и здесь не сдается. И было произведено исследование, когда при помощи изучения различного перехода генов через территории, через нации, различных перехода мифов, был с помощью исследовательской группы восстановлен первый миф человечества, который они вынесли из Африки в районе 50 тысяч лет назад. Это был миф о том, что человек когда-то имел бессмертие и божественные возможности. Потом он их и тратил. И теперь ищет опять. Век просвещения. О модификации человека мечтали Дидро, Кондорсе. Это великие мыслители эпохи просвещения. Об этом же говорили русские космисты. Федоров, великий русский православный философ Николай Федорович Федоров. Целковский, Чижевский и многие другие. То есть эта тема навсегда была. Но какие возможности были у человека? Ну почти никаких. Ему было бы просто выжить, чуть-чуть получше жить. И вот только в конце 20 века, в начале 21, когда, к сожалению, не везде, но во многих странах уже достигнут достаточно высокий уровень жизни и имеется возможность для резкого продвижения различных наук, именно в это время началось развитие технологий, которые в совокупности могут привести к модификации человека. И вот интересный вопрос. Мы начинали с того, что эволюция, она создала интеллект, интеллект на неё влияет. А вот сейчас можно ли говорить об эволюции, что мы будем эволюционировать, как говорят некоторые футурологи, когда-нибудь через 100 тысяч лет. Будет разный рас. Один человек будет 3 метра ростом, другой там метр, метр или 70 сантиметров. Будет разный рост. Вот такая у нас эволюция. Но действительно ли, сильна ли эволюция, это вопрос. Дело в том, что теперь, когда технологии модификации человека могут быть применены на протяжении одного поколения человека, и он может настолько сильно измениться, насколько не могли его предки в течение тысячелетий, то это уже не эволюция. То есть эволюция в каком-то виде перестаёт работать. И появляется какой-то новый этап, который, можно было бы сказать, управляемое развитие. Достаточно скоро мы сможем уже управлять нашим развитием. Ну, например, существует, сейчас развивается так называемая векторная генная инженерия. Есть же проблема, когда люди рождаются с генетическими болезнями, с тяжёлыми генетическими болезнями. Как их лечить? Ну, вообще-то говоря, правильно доставить какое-то лекарство прямо внутри клетки геном и заменить тот самый дефектный ген или уничтожитель, заменить на другой. Вирус векторной генной инженерии, который смог доставлять это лекарство прямо клеткам. И люди, которые болеют тяжёлыми генетическими заболеваниями, будут выздоравливать. Ну, собственно говоря, точно так же можно доставить и другой ген. Ну, например, ген, который сделает нас холодоустойчивыми. Точно так же лекарством, точно так же внедряется ген, точно так же в геном, и он меняется. Теоретически это возможно. Пока это не сделано, но теоретически это возможно. И тогда люди будут приобретать новые свойства. Об этом, кстати, ещё говорят многие мыслители, которые пытаются понять перспективы космической отрасли. Есть мнение, что человек в современном состоянии не сможет, такой, как он есть, не сможет осваивать другие планеты. Он к этому биологически не приспособлен. Слишком много у нас ограничений. Но, возможно, если человек будет модифицирован, у него это получится. Итак, значит, эволюция, она, может быть, и будет продолжаться, но трудновато ей теперь будет. Потому что если каждый из нас в течение поколения очень сильно изменится, потом опять-таки, а почему мы решили, что будущие люди обязательно будут наследовать? Уже сейчас мы некоторым образом влияем на геном наших детей. Ну, во-первых, можно в большей или меньшей степени не только предсказать, но и запланировать полребёнка. Есть методы, которые позволяют на очень ранней стадии диагностировать тяжелейшие заболевания, например, синдром Дауна. И уже мать будет сама выбирать, хочет она родить этого будущего ребёнка или не хочет. Это такая технологическая возможность есть. Есть также возможности просто заранее изучения своей генной карты. Уже сейчас за относительно небольшой суммы мы можем сделать анализ своего ДНК. Кстати, ещё недавно это стоило огромных-огромных денег. Сейчас это недёшево, но доступно, если человек очень захочет, даже небогатый средний человек. Итак, пока мы не знаем, что нас ждёт впереди, мы попытаемся с этим разобраться, но надо понимать, что эволюция биологического вида хомо-сапиенс человека, она сейчас под вопросом именно потому, что интеллект человека, его возможности дали ему новые инструменты управления. Мы теперь можем, сейчас уже немножко, но в перспективе очень сильно менять себя и на протяжении очень короткого периода. И влияние интеллекта будет нарастать. Когда-то, посмотрите на этот график, красный, здесь отмечена биологическая эволюция, она была очень бурная, видите, высокий такой график. Она потом постепенно, как мы говорили, сходила на нет, потом была только микроэволюция, социальная эволюция она шла, наоборот, постепенно-постепенно, мирный мир, только последние столетия очень бурно развелась. Интеллект же тоже, он влиял постоянно, но результаты его влияния были мало видны, мало-мало, чуть-чуть больше. Особенно стоит остановиться, наверное, на 20 веке, в котором интеллект очень, это конец даже 19-го, начало 20-го, в котором интеллект очень-очень сильно повлиял на развитие человечества. Прежде всего, как я уже говорила, люди стали дольше жить. Появились же различные способы производства, появились новые возможности выращивания. И влияние интеллекта даже просто на уровень демографического отбора очень сильно усилилось. Сейчас же влияние интеллекта на человека, на его эволюцию, на социальную просто огромное. Мы можем везде смотреть огромное количество проектов, огромное количество различных систем управления, которые изучаются, меняются. Посмотрите, какое удивительное явление есть, я бы назвал это явлением ООН, Организация Объединенных Наций. Вещь абсолютно немыслимая в прежние века. Это организация, объединившая весь мир, влияющая на него, старающаяся развить свое влияние. Это огромный новый скачок развития социума. И социальная эволюция тоже растет. И, как сегодня я сказала, будет нарастать, и сейчас уже нарастает, влияние интеллекта на биологическую составляющую. Интересный вопрос здесь связан с тем, что усиление интеллекта поможет ускорению компьютерных технологий. Может быть, вы знаете, что существует такой закон Мура. Это экспериментальный закон, который сам по себе еще изучается, но действует он уже достаточно давно, больше 50 лет, который гласит, что примерно каждые сначала, говорят, два года, а сейчас уже, говорят, 18 месяцев удваивается мощность компьютеров. Прогнозировали много раз, что это остановится, этот процесс. Но он не останавливался. Приходили на смену новые технологии производства компьютеров. Это закон Муракак действовал. А сейчас, когда нанотехнологии уже внедряются и в производство новой базы компьютеров, то это только будет ускоряться. То есть закон Мура действовал, действует и действует. Существует все больше и больше компьютерных технологий, которые приводят не только к огромному взрыву социального развития, которые помогают в биологии, помогают в изучении мозга, помогают в медицине, но они еще, такое интересное явление появилось, пытаются создать сами по себе искусственный интеллект. Тема искусственного интеллекта, она тоже будет несколько озвучена, потому что он может быть нам тоже полезен, в смысле нашего даже биологического развития, модификации. Но искусственный интеллект, он как-то развивался очень сложно, тяжело. Сначала это были такие системы прогнозирования, учета данных, экспертные системы. Многие ученые теряли надежду, нет, не получится сделать настоящий сильный искусственный интеллект. Потом эти надежды опять появлялись. И сейчас уже есть этап, когда некоторые системы искусственного интеллекта снабжаются так называемыми тоже эволюционными механизмами. То есть, когда они сами себя пытаются немножко разработать. И ускорение прогресса, связанное в том числе и с компьютерными технологиями, приведет к тому, что тоже моделирование мозга, которое поможет не только лучше разобраться, но и вылечить, и помогать ему функционировать, будет все время ускоряться. Сейчас, в апреле этого месяца, английские ученые в самый большой компьютер, наверное, мира, BlueJean, вложили модель половинки мозга мышки. Они ее полностью изучили, это нейрона, и половинку мозга мышки замоделировали компьютер, и она там работала. Правда, сейчас мощности современных, даже такого огромного компьютера, хватает на то, чтобы мышка работала в компьютере в 10 раз медленнее, чем в жизни, ну, хорошо, придет 3 года, закон Мура будет работать, появятся новые возможности для компьютеров, заработает в полную силу. И моделирование, моделирование нашего организма, мозга, несет с собой огромные возможности. Вот смотрите, тоже лекарство старости, да? Хотелось бы его иметь, но как мы можем сказать, даже если ученый изобрел что-то очень интересное, произвел опыты на мышах, может еще на каких-то животных, а правда оно действует или нет. Ведь для того, чтобы понять его действие, надо очень долго прожить, ну, там, не знаю, 30 лет, 40, попытаться не состариться. Но ведь совсем по-другому может стать вопрос, если есть компьютерная модель, если в компьютерную модель внедряется этот компьютерный аналог лекарств, и она очень быстро просчитывает, работает или не работает. Особенно если учесть, что сейчас очень многие лекарства создаются тоже на компьютерах. Существует такое направление, называется драг-дизайн, когда просто на компьютере видят, скажем так, вирус, который вызывает болезнь, и пытаются на компьютере подобрать комплементарную, дополнительную такую молекулу, которая его бы уничтожала, его действие. Кстати, вы прекрасно знаете самое первое лекарство, это завиракс от простуды, очень многие, наверное, пользуются. Это было первое лекарство, созданное с помощью драг-дизайна, очень эффективное. Исследовательница за свою жизнь сделала шесть лекарств очень эффективных и нужных с помощью методики драг-дизайна, которую она развела, и получила, кстати, за это Нобелевскую премию. И, соответственно, вот в таком контексте, когда училиваются компьютерные технологии, постоянно развиваются биотехнологии, вы же везде, наверное, читаете, и про клонирование, и про генетику, и до ее упоминаются стволовые клетки, везде. Когнитивная наука, она у нас мало известна. В России намного больше, в Англии, в Соединенных Штатах, где она активно развивается. Но, естественно, здесь уже тоже все это начинает развиваться. Это наука познания, мышления. Она нам даст материал о том, как уж точно функционирует наш мозг, и можно на него лучше влиять. Уже сейчас есть лекарства, которые предназначены просто для усиления деятельности мозга. Они прописываются, например, когда сейчас врачами прописываются, когда человек, например, у него сотрясение мозга. Нужно мозг поддержать. А, собственно говоря, почему нельзя поддержать хорошо работающий мозг? Вот я, например, хочу быть умнее, хочу быть эффективнее. Очень многие-то хотят. И это направление тоже развивается. Итак, я описала вам очень интересные перспективы технологий, но они интересны не только в том, что сами по себе существуют, не только в том, что нам они несут, но также они вызвали к жизни достаточно любопытное мировоззрение, которое называется трансгуманизм. Это слово состоит из двух частей. Одно слово гуманизм, любовь к человеку, другая приставка транс, она используется здесь в значении через, это как трансатлантический перелет, транссибирская магистраль. То есть трансгуманизм, о котором я сейчас скажу, это мировоззрение, рационально обоснованное, которое пытается анализировать вот такие технологические тенденции, которые говорят о том, что этап вот человека, ну, конечно, это хороший этап, и хорошо, что мы живем лучше, но хотелось бы, и это дает уже технологии такую возможность, стать чем-то лучшим, усилить наши возможности, а лучше радикально. И трансгуманисты говорят о том, что нужно, возможно, радикальное усиление возможностей человека, при том все в комплексе. Это и не старение, продление жизни. Их надежды обоснованы, хотя бы потому, что ведущие геронтологи, они прогнозируют, кто говорит, что во второй половине XX-XXI века будут достигнуты результаты, которые позволят жить намного-намного дольше людям, получить так называемое радикальное продление жизни. Другие прогнозы тоже поддерживают такое мировоззрение. Трансгуманистам также свойственно положительное отношение к технологиям. Это тоже принципиальный момент, ведь не все люди положительно относятся к технологиям. Вспоминаются различные вещи, но действительно, бывают какие-то технологические катастрофы, бывают сложности, но тут нельзя не вспомнить замечательные гипотезы, пока еще гипотезы, но достаточно убедительные, нашего замечательного российского ученого Акопа Погосовича Назаритяна, профессора МГУ, доктора философских наук, кандидата психологических наук. У него есть так называемая теория техногуманитарного баланса. Рассматривая на протяжении очень длинного периода развития человечества, он обратил внимание, что время от времени появлялись новые технологии, и гуманитарная составляющая отставала. Потом происходил некий кризис, появлялись новые гуманитарные технологии, например, забота о старых и больных, о них не всегда заботились, повышение ценности жизни, больницы и так далее. И это приходило все в баланс. Но иногда технологии, например, запаздывали или не успевали развить. Вот, например, почему на месте древнего шумера сейчас практически пустыня. Но это была технологическая катастрофа не потому, что это было плохо, а просто потому, что они не изобрели правильного землепользования, то, которое было изобретено в Китае. Там произошел процесс засоления почв, с которым не смогли бороться шумеры, вавилонцы, и они ушли просто с этой территории. Но если бы вовремя не пришла гениальная идея, та, которая пришла в голову китайцам, там этого не случилось бы. Иначе говоря, положительное отношение к технологиям, надежда на то, что мы сможем им управлять, и управлять в нужном гуманистическом плане, свойственно трансгуманизму. Я иногда встречаю людей, которые говорят, технология-то ужасная. Иногда я же у тебя говорю, ну тогда переселитесь в пещеру, снимите очки, и выковырите пломбы из зубов. То есть технологии это хорошо, если ими правильно управлять. К счастью, теории управления, они развиваются очень хорошо, кстати, в России тоже. И последний принцип трансгуманизма это стремление к самоулучшению. Конечно, мировоззрение это расширяется, у него очень интересная судьба, если, как вы понимаете, оно пришло еще из времен эпохи просвещения, очень было развито в России, тогда еще в виде русского космизма, мечты о каком-то лучистом человечестве, мечты о том, человек станет бессмертным. Это вот конец 19 века, первая треть 20-го. После этого она каким-то образом стала менее популярна в Советском Союзе, ну, тогда было общество, которое не слишком поощряло такие фантазии, и она уже возродилась на Западе. Вообще говоря, термин трансгуманизма употребил впервые Джулиан Хаксли, основатель ЮНЕСКО, очень известный биолог. Тогда еще, это был 1957 год, 50 лет назад, тогда еще были видны только биологические перспективы модификации человека. Но еще раньше, например, термин трансгумана, но в смысле сверхчеловек, употреблял Данте Алигьери. То есть, это мировоззрение, оно вообще присуще людям, которые хотят становиться лучше. И в последнее время, когда появились возможности, естественно, в более развитых технологических странах, оно стало достаточно распространенным. Много людей известных его разделяет, и спорить с этим можно, но скорее лучше осмыслить. Надо понять, как мы хотим улучшиться, что мы хотим, какие есть возможности. И в следующих лекциях мы это будем постоянно рассматривать. И хотелось бы еще коснуться некоторых философских аспектов модификации человека. Это так известны достаточно направления, как биоэтика. Биоэтика – трудно определить философию или мировоззрение. Можно сказать, что это некое направление политической деятельности. В биоэтике пытаются примирить различные слои населения в вопросах, касающихся именно модификации человека. Ведь есть разные взгляды, особенно они развиты в Соединенных Штатах. Там были достаточно сильные дебаты, вплоть до того, что можно переливать кровь христиан, не христиан и наоборот. Это биотический вопрос, касающийся современным технологиям. Пока не было технологии переливания крови, этот вопрос не стоял. Соответственно, вопросы, которые поднимают разгуманизм, которые появились уже с появлением биотехнологий и счастьем больше, это вопросы отчасти в биологической части относятся к ведению биоэтиков. Биоэтическое направление, есть комитеты по биоэтике, при ЮНЕСКО, во всем мире люди об этом думают. Не в биологической части, в части усиления промышления с помощью компьютерных технологий, в части возможной чипизации, то есть внедрения чипов для улучшения, о чем мы тоже будем еще говорить, для улучшения возможности человека, эти технологии уже не стильно примыкают к биоэтике, но об этом много думают философы, мыслители. Этот вопрос постоянно поднимается, и много раз вы еще это будете слышать за, против, размышлять об этом. Более того, в западных странах, там, где эти вопросы стали более актуальными раньше, уже часто даже поднимается такой вопрос, что современные технологии это уже тоже политический вопрос. Есть левые, есть правые, есть радикалы, консерваторы, а есть те, кто склонны к трансгуманизму, а те, кто склонны к консерватизму биологическому. В общем, вопросов много, но эти вопросы очень актуальны, и мы должны с ними разобраться. Поэтому мы будем показывать вам различные видеоматериалы по биотехнологиям, клонированию, и расскажу вам о том, что не овечка Долли, как все думают, была первым клонированным животным, а наша русская мышка Машка. Мы узнаем, а что же такое вообще искусственные органы, хорошо это или плохо, до каких пределов, а не могут ли они быть лучше, чем органы естественные. Мы также узнаем очень много про усиление интеллекта с помощью и компьютерных технологий, это имеет большое отношение к модификации человека, когда мы иначе думаем, иначе действуем. А тема следующей лекции это будет биотехнологии, как основа для модификации человека, и как та самая первая технология, которая вообще подняла этот вопрос. Биотехнология, вот уже это слово существует 90 лет, оно перевернуло мир, и в следующий раз мы с ним познакомимся настолько близко, насколько нам позволит время. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok